Лиззи и ее команда Мышка Лиззи хорошая портниха. У нее очень умелые лапки. Она шьет и вяжет прекрасную одежду. Но вот беда. Все мыши, живущие по соседству, ею уже одеты, и Лиззи осталась без работы. Пришлась мастерице отправиться на поиски новых клиентов. И смотря на осенний дождь и холодный ветер, она обходила все норки и сучалась каждую дверь. Увы, везде Лиззи слышала одно и то же. Нам не нужна новая одежда, ведь ты уже шила для нас целый гардероб. И наша мастерица совсем приуныла. Почему ты шьешь только для мышей? спросила Лиззи и ее друг Крот-Роти. Разве нельзя придумывать наряды и для других животных? Лиззи грустно вздохнула. Другие животные слишком большие или живут в очень неудобных местах. Мне до них не добраться. А с некоторыми так и просто опасно знакомиться. Вот уже несколько дней вязальные спицы и швейная машина пылятся без дела. Лиззи печально смотрит на них и чуть не плачет от горя. Но Роти – настоящий друг. Он уже придумал, как помочь мышке. Как-то утром Крот постучал в дверь своей подруге. Он был не один. Познакомься. Это Бельчонок Билли. Ему нужен к зиме теплый свитер. Я помогу тебе снять мерку. Лиззи забралась на спину Роти и развернула рулетку, чтобы измерить плечи Бельчонка. Теперь у мастерицы снова есть работа. Ее маленькие спицы весело щелкали всю ночь. А утром Билли уже с гордостью показал соседям свой новый свитер. Барсук Барри с завистью осмотрел довольного Бельчонка. Чудесный фасон. Кивнул он и вздохнул. А мне так нужно к зиме новое пальто. Правда? – обрадовалась Лиззи. – Я сниму мерку прямо сейчас. А мои друзья мне помогут. Роти забралась на спину Билли. Лиззи встала на плечи Роти и смогла дотянуться до шеи Брусука. «Ой-ой-ой! Щекотно!» – пожаловался тот. «Потерпи минутку!» – засмеялась Лиззи. «Зато завтра ты будешь щекорять и в обновке». Маленькая портниха сдержала обещание. На следующий день Барри уже примерил свое новое пальто. Теперь ему не страшны морозы. К тому же пальто такое красивое. Оно понравилось даже волку. Который подсматривал из деревьев. Из дупла выглянул дятел. «Отличная работа!» – похвалила он Лиззи. «Если бы мои лапки так не замерзали, я бы тебе поаплодировал». «Я с удовольствием свяжу для тебя перчатки!» – предложила мышка. «Но мне нужно знать точный размер. Спускайся вниз!» «Нет-нет! Все знают, что у меня кружится голова, когда я ступаю на землю. Тогда мне придется самой к тебе подняться!» – заявила отважная Лиззи. И опять портники помогли ее команда. «Билли на баре!» «Ротина билли!» «Лиззи на роти!» И вот уже мышка снимает мерку. Чудесные полосатые перчатки для дятла были готовы на следующий день. «Как же я?» – забеспокоился Филин. «Я бы хотел получить новый шарф, пока не наступили холода. Только я не могу к тебе спуститься. Знаешь ли, днем я очень плохо вижу». «Я сама обо всем позабочусь!» – с готовностью кинула Лиззи. С помощью дятла она добралась до ветки Филина и достала из кармашка рулетку. Теперь у мастерицы много работы. Ласку уже чеголяет в новом платье. Полевку получил теплую шапочку. Зяблик попросил вязаные носочки. А зайчатам нужны яркие комбинзончики. У Лиззи нет ни одной свободной минуты. Она работает днем и ночью. Трудолюбивая мышка так устает, что зевает за швейной машинкой и засыпает надвязальными спицами. Бобер попросил сшить ему пижаму, чтобы снять мерку. Лиззи пришел сойти по шаткой плотине. Проводить портнивку вызвался дятел. Он помогал мышке удержать равновесие. Чтобы бобру было тепло и сухо, Лиззи смастерила ему пижаму из ткани, которая не пропускает воду. Больше всего хлопот было с коровой. Я мечтаю о халате за большими блестящими пуговицами. Промычала она. Как же снять с коровы мерку? Ведь она такая большая. И вновь на помощь мышке пришла ее команда. Билли на баре, ротина билли, Лиззи на роте. И вот наша умелица уже у коровы на спине. Теперь надо добраться до живота клиентки, чтобы измерить ширину халата. Пусть корова зажмет зубами один конец веревки, посоветовал Филин. А другой конец подержу я. Так и сделали. Все было хорошо, но корова принялась сживать елевку и перекусила ее. Бедная Лиззи стала падать, и друзья ей едва успели подхватить свою портниху. То же дело было сделано. Корова появилась на лугу, в самом красивом халате, который здесь когда-либо видели. Однажды утром к Лиззи прибежал в золнованной роте. У тебя есть еще один новый клиент. Это волк. Объявил Крот. Какой кошмар! Испугалась Мышка. Он же проглотит меня целиком. Волк хочет заказать новую шляпу. На твоем месте я бы постарался ему угодить, заметил Роти. А ведь мой приятель прав, подумала Мышка и отправилась к новому клиенту. Ты не откусишь мне голову, пока я буду снимать мерку? Робка спросила она. Мне нужна шляпа, но и Аня еда, обиделся волк. И опять дружная команда построила лесенку. Били на баре. Роти на Били. Лиззи на роти. Так Мышка оказалась у волка на носу. Маленькая портниха с опаской заглянула в огромные желтые глаза. Лестница из ее друзей тоже дрожала от страха. Если я буду трястись, стяжки получатся неровными, и волк будет недоволен, подумала Лиззи. Никогда еще мастерица не работала с таким усердием. Наконец шляпа была готова. Что ж, примерим, сказал волк, и в его пасти сверкнули огромные клыки. Лиззи и ее друзья испуганно затихли. Зубастый клиент надел шляпу, затем снял ее и стал внимательно разглядывать. «Ой, ему не нравится моя работа. Что сейчас будет?» Подумала мышка и в ужасе зажмурилась. Однако волк остался доволен. Он за большим почтением поклонился мышке и ласково произнес. «Молодец, Лиззи! Теперь я буду заказывать шляпы только у тебя!» Уф! Радостно выдохнул крот, бельчонок-барсук, дятел и филин. Лиззи была счастлива, ведь ее работа приносит радость, и у нее теперь так много друзей! Читал Андрей Земляной.